МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Самое закрытое тайное общество". Оно окружено массой слухов, мифов и сплетен. Говорят, что эти люди правят миром. Им под силу устроить переворот в стране и обрушить международные финансовые рынки. О масонах слышали все. Но кто они такие на самом деле? Это начиналось как профессиональное сообщество. Сейчас его назвали бы Союзом строителей. Гильдии вольных каменщиков – это те люди, которые строили, скажем, собор Святого Павла, готические соборы. И их корни тянутся из тех гильдий вольных каменщиков, которые были созданы при ордене тамплиеров и так далее. Я уже не знаю, может быть, еще от царя Соломона. В Средневековье ремесленники часто объединялись в закрытые сообщества и не допускали туда посторонних. Так было проще и надежнее сохранять свои профессиональные секреты. Но в какой-то момент братство каменщиков стало отличаться от Содружества аптекарей и гильдии колбасников. В него стали принимать влиятельных людей из других сфер. Братья, которые в масонстве во всем мире, они не работают в мастерском, наугольником, отвесом, не кладут кирпичи, не обрабатывают камни. То есть они не каменщики в полном смысле слова. Они взяли все те ритуалы, все те атрибуты, ту символику, которые были у лож-каменщиков в оперативном масонстве. Ну, а этими занимаются. Политика. Вот чем занялись масоны в первой половине 17 века. Для начала они стали продвигать идеи равенства и просвещения. На тот момент довольно смелые. И оттого опасные. Они имели представителей своих, можно говорить, агентов в разных организациях, органах управления. И там решались уже более прикладные задачи. Политические, экономические, военные. То есть шло разрушение государственного аппарата, государственности. Экономист Валентин Катасонов досконально изучил историю вольных каменщиков. Он говорит, в какой-то момент они действительно стали революционерами и заговорщиками. Масоны – это как раз та мина замедленного действия, которая взорвала это христианское общество. И на обломках этого христианского общества появилась новая цивилизация, которую мы называем буржуазным обществом, капитализмом, как угодно. Законы конспирации никто не отменял и сегодня. Во всяком случае, современные масоны не носят на груди таблички с именами и титулами. Определённые слова, знаки, которые распознают масоны масонов, которые тоже, так скажем, являются в стране. Мало кто из известных людей готов заявить о своей принадлежности к братству вольных каменщиков. Но вот этот человек – исключение. Андрей Богданов не скрывает, он активно продвигает масонское движение в России. На сегодняшний день посвящённых вот с 95-го года более тысячи. Богданов баллотировался в президент России в 2008 году и претендовал на кресло мэра Сочи. Оба раза неудачно. Почему великому мастеру великой ложи России так и не помогли братья по мастерской? Может быть, слухи о могуществе масонов сильно преувеличены? Сегодня в мире к масонам себя причисляют 30 миллионов человек. В США вольных каменщиков 5 миллионов. Примерно столько же в Латинской Америке и Японии. В Англии порядка 300 тысяч. В России немногим больше тысячи. Мало, скажут одни. Достаточно. Ответят те, кто знает, что такое масонство. Российские масоны. Кто входит в их число? Андрей Богданов намекает. Это люди влиятельные. Но от конкретного ответа дипломатично уходит. Он, великий мастер, не вправе разглашать эту информацию. Если сам человек не открыл своё имя, то я вам не могу сказать. Иванов, Петров или Сидоров. Масон или не масон? Имена масонов можно попытаться найти в интернете. В мировой паутине хватает исследований на эту тему. Попадаются фамилии и действующих политиков, и известных деятелей прошлого. Иногда совершенно неожиданные. Встречаются утверждения, что в масонскую ложу входили шеф КГБ Юрий Андропов и классик отечественной литературы Лев Толстой. Но так ли это на самом деле? Насчёт Пива Николаевича Толстого – это очень сборный вариант. Он знал о масонстве. А это значит, что у него были или очень близкие друзья масоны, или он действительно сам входил в ложу. Мы это видим просто на войне и мире. В посвящении Пьера Безухова и так далее. Но то, что он был масоном, документы не сохранились. Ровно та же, как и о некоторых людях, о которых мы априори знаем, что они были масонами. Ходили слухи о том, что якобы Ленин или Троцкий где-то во Франции когда-то посетил чью-то ложу. Но кроме вот этих где-то якобы когда-то, нет никаких данных, и это никак не подтверждается. Известный кинорежиссёр Карен Шахназаров в одном из исследований, посвящённых вольным каменщикам, обнаружил и свою фамилию. Его отец был упомянут как активный участник масонского движения. Тоже такая толстая книга тоже. Там мой отец фигурировал как бы как один из главных там архитекторов перестройки, и что-то такого с тайными замыслами. Моего отца причисляли там к масону, потому что он был помощник Горбачёвой. Могу однозначно сказать, что никаким масоном мой покойный отец, конечно, не был. И я вообще сомневаюсь, что существует какое-то масонское общество. К развалу СССР группа влиятельных людей действительно имела отношение. Шахназаров в этом не сомневается. Но вот масоны ли это были? Понятно, что в мире есть люди, которые контролируют гигантские потоки денег. Логично, что в какой-то момент они с кем-то могут объединиться, для того, чтобы у них возникает общий интерес, общий противник. И в этом смысле я не вижу, кстати, в теории заговора там ничего, так сказать, потустороннего. Сергей Карамурза написал, вроде как я какое-то отношение к масонам, и не могу наручаться, что нет. Я даже не знаю, кто это такие. Чтобы узнать, кто такие масоны, не обязательно влезать в дебри конспирологии. Достаточно открыть толковые слова. Читаем. Цель масонства – создание мирного объединения человечества в религиозном союзе, основанном на братстве, любви, равенстве и взаимопомощи. Это то, что можно найти в общедосупных источниках. А вот еще девиз вольных каменщиков. Слышишь, видишь и молчишь. Уже интереснее. Так что же слышат, что видят, и о чем молчат тайные общества в современном мире? Есть люди, которые уверены, именно масоны стоят за всеми важнейшими событиями. Они руководят структурами в бизнесе и власти. Писатель Андрей Синельников говорит, для этого есть все основания. Точнее, были. В прошлые века. Если ты не был масоном, то ты, в общем-то, на тебя смотрели как-то очень косо. И при бизнес-контактах, и при поднятии по политической лестнице, и при административном, то во всем мире ключевые посты занимали, в общем-то, масоны. И из этого родился некий такой миф о том, что масонство – это мировое правительство. Мифами и символами наполнена вся история масонства. Но много ли правды в том, что приписывают вольным каменщикам? Вот это масонство для меня какая-то переточная вся история. Понимаете, что-то за этим есть такое из таких фильмов ужасов. Гораздо более серьезные опасности есть, реальные. А это что-то такое, знаете, из категории, там, так сказать, ресты, там, это, тамплиеры. Масонские символы и знаки видел каждый. Но мало кто понимает этот тайный код. Та же самая лучезарная дельта, которая ассоциируется с всевидящим оком, это очень сильный символ. И если рассмотреть, то можно и в долларе ее увидеть. Усеченная пирамида со всевидящим оком есть не только на долларе. Ее можно увидеть и на деньгах Никарагуа, и на эстонской кроне, и даже на украинской гривне. Тоже масоны? Неужели они действительно опутали невидимой сетью всю планету? Знак на доллары нарисовал наш Николай Рейрих под псевдонимом художник Масайский. Он нарисовал и заказал ему это. Один из ведущих масонов же Америки, который в то время был госсекретарем. Да, там масса масонских символов на долларе, но это ничего ни о чем не говорит. На Сторублевке Большой театр изображен. И что это значит, что у нас заговор Большого театра, балерунов и певцов, чтобы захватить власть. Тем не менее, деятельность вольных каменщиков оказала большое влияние на историю Соединенных Штатов. И масоны оставили здесь следы своего незримого присутствия. Можно все эти масонские символы увидеть до сих пор в Соединенных Штатах. Столица США. Вот мемориал Джорджа Вашингтона. Египетский обелиск. Символ, который глубоко почитается масонами. И это, конечно же, не все. Идеально параллельные улицы города, при пересечении с диагональными проспектами, образуют масонские символы. Угольник и циркуль. Да и оплот американских военных вряд ли случайно называется Пентагоном. Звезда или Пентаграмма – еще один важнейший знак вольных каменщиков. Практически все президенты и отцы-основатели этого государства, они имели отношение к масонской структуре инвестиции. Исследователи считают, вольными каменщиками называли себя как минимум 12 президентов Америки. Масонская ложь темой была. Точно так же, как и в закладку Капитолия, в краеугольный камень, был заложен камень самим Джорджем Вашингтоном при приведении определенного масонского ритуала. Джордж Вашингтон был посвящен в масоны в 1752 году. Впоследствии стал досточтимым мастером ложи Александрия в Вирджинии. Он носил это звание вплоть до своего избрания президентом Америки в 1789 году. Посвящение в масоны – это не просто экзотический ритуал. Посвящение дает огромную власть. Трумэн в своих мемуарах писал, что для него было величайшей честью председательствовать в масонской ложе в ранге президента Соединенных Штатов. Рузвельт был масоном высочайшего 33 уровня. Он назначил 9 судей Верховного суда США, из которых как минимум 6 были масонами. И это уже не просто совпадение. Не так ли? Президент Трумэн, как и его последователь Эйзенхауэр, тоже был масоном 33 уровня. Или, если следовать терминологии вольных каменщиков, 33-го градуса. Путь к вершине масонской пирамиды сложен и наполнен ритуалами. Собралась ложа. Открытие ложи происходит строго при том. Это один из пунктов, связанный в том числе и с посвящением в более высокую степень во вторую или в третью. Это, может быть, так называемые зодческие работы. Это некие автор-рефераты, посвященные той или другой философской, нравственной, исторической теме, которая интересна в том числе и братьям. Исходит некий обмен мнениями и развитием неких идей. Есть такая процедура, как предложить братьям кружку вдовы. Есть такое выражение, такой, так скажем, это или сосуд, или мешок. Проходит по всем братьям. И каждый в кулаке, никто не видел, сколько кличом, может или опустить определенную сумму денег, или взять определенную сумму денег, если он в этом нуждается. Но вообще-то действительные члены ложи ни с кем из посторонних не будут обсуждать свои обряды. Это особое таинство. Ритуал, детали которого передаются из поколения в поколение. По крайней мере, так было раньше. Неужели, кроме этих символов и обрядов, от прежней зловещей организации ничего не осталось? Писатель Андрей Синельников опубликовал несколько книг о масонах. Он заявляет, сегодня братство вольных каменщиков – нечто вроде клуба для солидных господ. И не более того. Это в основном клерки чуть высшего звена. Чуть высшего, не высшего. И выше. Владельцы собственных предприятий. Ну, то есть вот такой вот в нашем понимании средний класс и высший. Это место их, опять же выражаясь современным, место тусовки. Где они собираются раз в месяц, проводят определенные ритуалы. А после этого у них белый стол, агапа. И они на нем обсуждают какие-то свои вопросы. Это такое сообщество по интересам. Причем эти интересы могут быть… Вот у них есть некая тайная связь, на основе которой они единяются. А все остальное может быть разным. Экономист Валентин Катасонов заключает, если бывшие заговорщики выходят из тени, это нужно только им. Возможно, в целях саморекламы. И это главный признак кризиса масонства. Вольные каменщики уже не те, что были раньше. Сейчас даже не очень интересно говорить о масонстве. Лет 20 назад это было еще интересно. Было масонство и в России. Оно и сейчас есть, но сейчас оно уже совершенно не обладает тем потенциалом, и той харизмой, как это было 20 лет. Масонство выполнило свою функцию. Впрочем, не нужно забывать еще об одной важной вещи. Все это вполне может оказаться видимостью. Фасадом, за которым кроется нечто более серьезное. Говорят, величайшая хитрость дьявола в том, что он убедил мир в своей нереальности. Может, и здесь то же самое. Все теории заговоров имеют очень похожие сюжеты. Группа людей планирует уничтожить независимость государства и создать новое правительство. И как в случае с любой теорией, одни будут просто верить, что так оно и есть. Другие найдут множество причин для сомнений. Остается только добавить. Если человек хочет найти правду, он обязательно это сделает. Рано или поздно.